Вы знаете, я смотрю на вас, вот и дебу даюсь. Все такие белые, все такие пушистые, все все знают, все в курсе того, что происходит. У всех живут родственники, которые целых 8 лет живут в страхе, в ужасе. И все так кошмарно у них и ужасно, целых 8 лет. Вот ответьте мне, пожалуйста, если вы все знаете и у вас есть, если не есть эти родственники. А до вот этих 8 лет, как они жили? Вот жили-жили, страха не было, ужаса не было, потом бац, и наступил страх и ужас. И дальше, если вы такие сердобольные, если вы так переживаете, что жизнь ваших родственников изменилась, и им приходится испытывать этот страх, о котором вы пишете, почему вы не приехали, их не забрали к себе? Вот ответьте, пожалуйста. Если вы действительно переживаете, вот если тебе человек дорог, если это твоя семья, если это твоя родня, то ты стараешься ему помочь. Где вы были эти 8 лет? Почему же так сидели и смотрели, наблюдали, как они бедные боятся и страдают? Затем, что касается прогулок с детьми, с пожилыми людьми, мирными во время военного положения. Вы, видать, понятия не имеете, что такое военное положение. Если рассказываете о том, что вот в стране идет война, и люди выходят, гуляют, и там на них нападают, там с ними такое вот происходит, что когда в стране военное положение, вот мне не надо об этом рассказывать, и миллионам украинцев не надо об этом рассказывать. Когда уличные бои, идет оповещение, звучит сирена, и никто, тем более с детьми, на улицу гулять не выходит. Просто прогуливаться никто не выходит. Если идет артобстрел, то даже без сирены никто не будет выходить на улицу. То же самое и с воздушными атаками. Поэтому, когда вы хотите доказать, объяснить несуществующие вещи, они, ну, нелепо выглядят, вот нелепо. Ну, вот вы представьте сами, я понимаю, что вы никогда этого не видели, вы никогда этого не слышали, вы никогда не жили в стране, где война, и поэтому все, что вы можете знать, это там из каких-то фильмов, возможно, из своих каких-то фантазий, что вот там бомбы летят, а люди ходят, гуляют, собачек выгуливают, деток на прогулку выводят. Школы не работают, магазины не работают. И поэтому то, вот о чем идет речь, это, ну, просто нелепо выглядит. И неужели вы думаете, что кто-то, люди, которые действительно на своей шкуре это испытали, будут вот так вот вам верить людям, которые понятия об этом не имеют, которые, возможно, никогда в своей жизни в Украине не были, но не утверждают, вот у вас именно так. И был еще такой коммент, что тетка пишет, что вот у меня там сестра, по-моему, да, живет, и вот сейчас в Украине стало намного лучше, когда Россия пришла, сейчас в Украине намного лучше. Я ей посоветовала не времени, чтобы она не теряла времени с визитом, собралась и сейчас вот поехала к своей сестре, которая, я очень сомневаюсь в ее существовании, и посмотрела, насколько стало лучше, как хорошо, зачем, зачем тысячу раз, знаете, как лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать. Следующее, это, ну, объяснять здесь, наверное, нужно на таком же примитивном языке, что вот обвинение, это Америка во всем виновата, если вот не Америка, то никто бы там на вас не напал, но сейчас хоть начинают соглашаться с тем, что напали. Так вот, хорошо, не будем говорить о странах, тебя вот достает сосед Петька, но ты идешь морду бить Ваське. Почему Ваське? Да потому что Петька-то, это 20-летний, вот такой вот здоровенный пацан, который может дать, офигенно сдачи. А Васька, там, 80-летний дедушка, который там может из дому не очень-то сил хватает выходить, так проще на кого напасть, кому морду побить? Ваське, почему не Петьке? А Петьку я боюсь. Так вот и здесь, не нужно искать какие-то, это даже не оправдание, что вот это вот Америка, 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 ну так предъявляйте претензии в Америке, что вы в Украине делаете? Вот при чем здесь Америка и Украина? Это абсолютно две разные страны, абсолютно в разных местах, находящиеся территориально. Поэтому все, что вот сейчас вот идет, вот это вот писанина, которая, ну, абсолютно не имеет никаких логических объяснений, это под копирочку, вот там Катя Иванова написала, Вася Петров написал, там еще кто-то, это одно и то же, разные аккаунты создаются, скорее всего, и просто вот идет, ну, к чему это? Вот это, это ну, полная нелепость, полная, вот, если бы была какая-то доказательная база, что вот я здесь, я был, я знаю, вот это так и так и так. Конечно, есть различные мнения, есть различные факты, которые там что-то подтверждают, что-то отрицают, но это ненормально, если вы уж так не понимаете, вы живете своей семьей, так, а вот, твоему там родственнику, твоему там соседу, коллеге по работе, вот, не нравится, и он приходит к тебе, и в твоем доме, в твоей квартире, начинает устанавливать свои порядки, говорить, вы неправильно живете, надо жить так, как я, а почему вам это понравится, вот конкретно, я говорю на вашем привитивном языке, я уже не трогаю ни политику, я уже не трогаю ничего, вот, ты нет, не надевай вот эти джинсы, одевай вот это вот платье, там, в больших горошках, или в огромных цветочках, почему, ведь это же мое платье, это мой вкус, это мой выбор, или это там мои джинсы, брюки, шорты, и так далее, но нет, тебе человек, который пришел извне, в твой дом, начинает диктовать свои правила, и вот, что вы на это скажете, ну, вот, объясните, родственников жалко, Америка виновата, родственников жалко, но они там и живут, и до сих пор живут, и вам все равно тогда получается, не пишите тогда, что вам их жалко, что им там так плохо, не надо этого делать, Америка виновата, хорошо, Америка это не Украина, не надо в Украину приходить, не надо там диктовать свои порядки, смысл вот этого всего, это, наверное, какой-то новый вид деятельности, или что, я не знаю, только вот, жалко людей, действительно, вот жалко людей, которые все видят, все понимают, но боятся что-то сделать, много таких людей, очень много, я знаю, о чем я говорю, и поэтому, и вот эти вот писаки, которые сейчас вот пишут, когда война закончится, когда Украина победит, то вот эти вот, которые сейчас пишут про 8 лет, про страх, про ужас, про родственников, они будут продолжать писать, но по-другому, они будут писать то, что вот нас заставили, или у нас не было выхода, теперь мы все поняли, теперь мы вот то, теперь мы, вот это люди, которые, у них нет ни принципов, у них нет ни сострадания, они живут, наверное, я даже не знаю, какой у них смысл жизни, потому что все равно война закончится, все равно победа будет за нами, все равно все будет хорошо, и когда вот после, вот как вы себя будете чувствовать, и как, что вы будете делать, и время пройдет, конечно, все вот эти санкции, это не в один день делается, Украина отстроится, вот тоже опять же, вот украинцы, украинцы, вот такие сикии, да, вот я вам так скажу, украинцы, которые, вот беженцы, которые переехали, в разные страны, которые с деньгами приехали, они с деньгами и вернутся, те, которые переехали без денег, они их заработают, отложат, потому что народ Украины, вы знаете, он такой запасливый, они умеют экономить, они умеют выезжать куда-то на заработки, зарабатывать деньги, возвращаться домой, строить себе, или покупать дома, квартиры, и жить так, как они хотят это делать, поэтому, как бы, за вот это я абсолютно не переживаю, хочется, чтобы поскорее все это закончилось, но опять же, относительно будущего Украины, относительно того, что все вернется, относительно того, что все отстроится, что люди будут возвращаться, будут строить новую жизнь, здесь у меня как бы опасений каких-то нет, но вот вы, вот эти вот пишущие сейчас, свои нелепые комментарии, дальше, вот что вы будете делать, вот что, потому что выехать у вас куда-то на работу не получится, в стране будет безработица, потому что многие иностранные компании, уже очень многие ушли с вашего рынка, не будет рабочих мест, не будет комплектующих там для заводов, которые непосредственно связаны с поставками из-за границы, что вы будете делать. Вот сейчас вот такое время, что на самом деле, как я вижу, люди нормальные, которые адекватные, которые непроплаченные, которые, они боятся, тут уже ничего не сделаешь, страх есть, но они в ужасе от той ситуации, которая ожидает их в будущем. И лучше уж, не знаю, наверное, просто промолчать, чем писать вот это вот все, чем... Ну, там нет, даже если так вот откровенно говорить, я, наверное, больше, чем наполовину уверена, вот эти писаки, которые пишут, они даже сами в это не верят, то, что они пишут. Просто нужно... Вот они это и делают. Продолжение следует... Продолжение следует...